В Нижнем городе трудовой доблести Тагилия судья пригородного районного суда, дислоцирующегося в Путинграде на улице Карла Маркса Дмитрий Исаев, приговорил к восьми годам зоны общего режима Бухова, двойного автоубийцу Александра Гайнидинова, который полгода назад в лобовом таране погубил супружескую читу пенсионеров. Мы в свое время об этом летальном замесе подробно рассказывали, однако в связи с вердиктом Фемиды позвольте взрыхлить фабулу злодеяния в памяти. Дело было 10 июня сего года в четвертом часу пополудни, то есть сильно засветло, на третьем километре трассы Никола-Павловская-Петрокаменское-Алапаевск. 32-летний житель Нижнего Тагила Александр Гайнидинов с какого-то счастья напился в слюну, позже в его оральном отверстии алкотектор намерил 2 мг на литр, это более 4 промилле, ну это в кашу, сел за руль своего белого германского бездорожника Volkswagen Touareg и покатился, куда фары глядят. Это было, по словам очевидцев, опасное вождение, и теоретически Touareg мог замолотить кого угодно. Это была русская авторулетка. Не повезло супругам-пенсионерам Усковым, 74-летнему Виктору и 70-летней Татьяне. Они ехали в черном подорожнике Джилии МК навстречу Гайнидинову и судьбе. Под Никола-Павловским бухарь на Touareg выскочил на чужую и лоб в лоб замесил первый встречный болид, в котором ехали Усковы. Рулевой Виктор погиб на месте замеса. Его пассажирка-жена Татьяна чуть позже в реанимации Тагильской больницы. Пьяному двойному автоубийце Александру Гайнидинову следствие инкриминировало 264-ю часть 6-ю УК, ну то есть пьяное двойное автоубийство. А это в пиковом случае до 15 лет зоны. Тогда еще, напомню, случилась странная ситуация. Суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте Гайнидинова, у которого, в общем-то, тяжкая статья, и оставил его на воле под домашним арестом, как говорится, с телевизором и тапками. Сам Гайнидинов тогда на суде по избранию меры пресечения давил на то, что хочет побыть вместе с семьей перед долгой посадкой. И он действительно побыл с семьей полгода. И вот, будьте любезны, приговор. 8 лет общего режима плюс дочери погибших пенсионеров Усковых Гайнидинов обязан выплатить 1,6 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. На приговор Александр Гайнидинов пришел с умой, ну то есть с вещами на выход, ибо знал, что его точно посадят, и сенсации не случилось. Подсудимый был закован в браслеты в зале суда и отправлен за решетку. Приговор в законную силу пока еще, понятное дело, не вступил. Возможно, апелляция во дворце правосудия.